Железная логика Ссылаться на аниме, там какие-то комиксы и видеоигры Я вот комментарий почитал к этому посту Человек пишет, три года назад сдавал ОЕГ И привел в пример манго Баруто Это комиксы такие японские Привел в пример в контексте конфликта отцов и детей И все хорошо было, мне зачли максимальный балл по сочинению То же самое пишут про компьютерные игры Мол, если вы только в стрелялке, там крошилки и дробилки играете Это одно, а некоторые игры там серьезные По известным произведениям мировым В том числе снятые и так далее и тому подобное Может просто старое поколение уже отстало Может аниме это наш смысл жизни Да, все это ерунда Честно говоря, когда я был молодым, мне тоже все не нравилось И это не нравилось, и то не нравилось И пятое, и десятое не нравилось Пока я не накосячил так, что не знал, как выбираться Не понял, что все, чему учило старшее поколение, было правильным Вот и все Это же вечная история Вот не хочу сначала есть кашу Потом не хочу тепло одеваться Потом не хочу учиться И так далее, и так далее Потом не хочу учиться так, хочу эдак В итоге понимаешь, что если ты не будешь есть кашу, ты помрешь Потом понимаешь, что если ты не оденешься, ты отморозишь себе нос Или заболеешь Ну и так далее, и так далее Это все понятно Вот это все приходит с возрастом На то она и мудрость Одна из проблем современной цивилизации состоит в том, что современная цивилизация заигрывает с молодежью, как с потенциальным потребителем И поэтому отсутствие мудрости жизненной превозносится как якобы прогрессивность мышления Просто потому, что людей без мудрости в голове Их легче сделать квалифицированными потребителями И ими легче манипулировать Вот собственно и все А так как традиционное общество действительно системно разрушается, как и религиозное То вроде как одно из главных ваших преимуществ это молодость Вот молодость, вот молодые считают А на основании чего? У них достаточно опыта личного, профессионального, еще какого-нибудь нет недостаточно На основании чего они это считают? На основании того, что им так нравится Что им так удобнее Что им так, условно говоря, современная массовая культура Для которых они и являются главным потребителем и главным объектом одурачивания Вот она им так преподнесла эти вещи Поэтому вот оно, современное поколение, вот это не согласно А вот давайте далеко, чтобы не ходить Вот например, скажем, ну уж простите, да Вот Украина Вот там подросло поколение, уверенное в том, что Бандера был героем И что дальше? Вот молодежь так считает Она считает так, молодежь Им более старшее поколение говорит, так сказать Да вы что, мы же вместе воевали, у нас история, так сказать А они говорят, нет Засуньте себе в одно место свое мнение Мы считаем, вот так вот, и все Вот мало ли, что она там считает, эта молодежь Вопрос в том, что полезно, что не полезно Что будет работать, что не будет работать Что хорошо, что плохо Это первое Второе Что касается игр и прочее, прочее Тогда я же уже сказал в предыдущем как бы этом самом отрезке Вы напишите этот самый список, значит, игр, на которые можно ссылаться И список, так сказать, этих комиксов Тоже и всяких там мультфильмов, на которые можно ссылаться Но этого же нету Значит, если нету, значит, можно ссылаться на что угодно Кроме всего прочее, что касается компьютерных игр Вот если вы играете в стрелялки Я вообще ни во что не играю Мне вообще даже в тетрис никогда не тянуло играть Потому что мне это, так сказать, ну, нудно Я из другого поколения, может быть Но мне просто это неинтересно, это время тратить, да Вот, но вопрос в том, что на самом деле Это тоже такое лукавство Абсолютное большинство молодых людей играют в эти, так сказать, игры Именно в эти игры Особенно, так сказать, мужского пола Там, где как можно больше крови, как можно больше всего этого И все Если вы, если все Третий пункт А вот в каком-то там мультфильме Такое-то вот сказал что-то такое То есть, значит, вот конфликт отцов и детей То есть на Тургенева отцы и дети Ссылаться не надо Достаточно посмотреть мультфильм Так? Тогда вы что хотите, значит, изучать? Вы как какого-то, так сказать, хотите гражданина воспитать? Который будет Вы думаете, что гражданин России может быть суверенным Если он будет полностью погружен в иностранные мультфильмы И стрелялки Ну тогда нахрена все эти разговоры про суверенитет? Вот в чем дело Вот о чем я говорю Зачем тогда все эти разговоры про национальную культуру Про необходимость ее сбережения Про цивилизацию, про суверенитет Если у вас в голове будут манги То вы не будете суверенным гражданином России Вам все время будет хотеться туда Откуда манги И вам все время будет хотеться, чтобы здесь было Как в вашей манге На которой вы выросли Это и есть борьба за умы Что тут непонятного? Это можно не понимать, так сказать Или вот, ну, как бы От недостатка квалификации Или действительно от молодости Это и есть борьба за умы Это и есть борьба за суверенитет Вот молодому поколению на Украине Внушили, что они не русские И что русские это плохо А европейцы это хорошо И вот мы теперь проливаем кровь Вот, собственно, и все Это знаете, как это самое Прусский учитель, так сказать, да Создал Пруссию Учитель создает гражданина Родитель и учитель И что у него в голове будет заложено На каких примерах его будут воспитывать Вот такое подданство Если хотите, духовное Он и будет иметь Если вы ребенка воспитали На иностранных культурных ценностях Он никогда не будет патриотом России Потому что ему будет все это чуждо Он не понимает, для чего это Куда это Его все время будет туда тянуть Его все время будет хотеться, чтобы здесь было как там А если вы говорите Вот так как там Вот те, которые там Они на самом деле наши враги Он не понимает У него культурный разрыв Как же это не наши враги Если я все детство вырос на них Суперменах, Бэтменах, так сказать Мангах и прочее, прочее Ну я так округляю Но тем не менее Они не могут быть врагами Значит враги те, кто говорит мне Что они враги Понимаете? Это же простейшая вещь Это вот оно, так сказать Формирование чувства национального самосознания Вот она борьба за реальный суверенитет Борьба суверенитет Суверенитет начинается с воспитания Маленького ребенка А на поле боя Если это приходится отстаивать Это вы считаете Что уже, так сказать Очень много этапов пропустили А местами даже проиграли И тогда приходится применять оружие И это самое крайнее Что, так сказать, приходится делать Вот в чем проблема-то Поэтому все вот эти вот Такие вот кривляния Типа А я вот так вот А я мне вот так вот А я вот, так сказать Тра-та-та-та-та-та-та Это все ни о чем Это все, так сказать Ну щебет такой, так сказать Весенний щебет птиц А в реальности Если в голове у вас чужая культура Вас туда и будет тянуть все время Вам оттуда будут диктовать Что вам делать и как вам жить И все И так было Есть и будет всегда Именно поэтому Американцы Такое огромное количество Средств и усилий Вложили и продолжают Вкладывать В раскрутку Своей массовой культуры Как культуры мировой Например, так сказать Китайцы это в какой-то момент поняли И стали вкладывать деньги В популяризацию китайской культуры То есть они уже поняли А мы все что-то Кочевряжемся Все что-то дрыгаемся Все что-то пытаемся Современничать То есть, так сказать Интересничать И быть похожими на них Это путь в никуда Это путь к проигрышу В итоге поле боя вы выиграете А поле битвы в головах проиграете И вся эта кровь Которая проливает сейчас на поле боя Будет бессмысленной Вот чем проблема На Украине, кстати Борьба за умы и душу детей Она все ожесточеннее Тут у них есть Языковой омбудсмен Кремень Тарас Вот Он обнаружил Что на Украине Все еще есть детские сады С русскими названиями И вот он возмущается Как так вот до сих пор Дети наши ходят Вывушку Солнышко Кузнечик Василек Ну он правда Там еще английский Тоже приплетает название Но так или иначе В общем переименовать Жесткое указание Переименовать Чтобы ребенок Солнышко и Василек Не ходил С другой стороны Отталкиваясь От комиксов И аниме И прочих Субкультурных Каких-то событий Вот чтобы стать-то блогером Не обязательно читать Достоявского Или того же Тургенева Блогер Он сам себе на уме Вот как язык подвешен Как ты умеешь Людям что-то наносить Вот Вот твой успех От этого И зависит Кстати в России Могут ввести Отдельное наказание Для блогеров Которые занимаются Оказанием Образовательных услуг Населению Об этом пишет Известие Сегодня рабочая группа Госдума Рассматривает Поправки в Коап И уголовный кодекс Вот И значит Наказание будет За продажу Разных информационных Продуктов Без соответствующей Аккредитации Которую также Планируют ввести Законодатели И наказание Для неаккредитованных Блогеров За наказание Дистанционных Информационно-консультативных Услуг С причинением Крупного ущерба Гражданам Организации И государства В общем Вплотную берутся За блогеров Тех самых Которые Нехорошим словом Их называют Первая часть слова Это инфа Которые Что-то Что-то Рассказывают Собирают Большие деньги А люди По факту Ждали Что они тоже Будут Миллиардерами По факту Ни с чем С пустым кошельком Обращаются С жалобой И вот сейчас Будут Акредитовывать Блогеров Неаккредитованных Наказывать Если он Невыполнил Обещание Что ты там Через месяц Миллион заработаешь Не заработал Все Оплатишь Штраф там Около 100 тысяч рублей Предлагаю В это наказание Ввести Обязательное Я бы сказал Насильственное Прослушивание Передачи Железная логика И порка Публичная порка Да В этот момент Приковать Батареи Надеть наушники И чтобы слушали Весь архив Прослушали За все последние 10 лет Вот тогда Будем считать Что это наказание Успешное Ну с блогерами Это же пустота Вот тоже К вопросу Понимаете О том Где настоящая Где фикция Ведь на самом деле Все это блогерство Это фикция Это в общем такая Вот ну Из воздуха Все Ну ладно Если просто человек Там какое-то Там что-то свое мнение Высказывает По какому-то поводу Там его там Кто-то слушает Вот Но если он Начинает обманывать людей Если он выдает Ну значит Какие-то советы Причем за деньги Еще деньги На этом зарабатывают Которые явно Ну Являются там Фиктивными Пустыми Или если он нарушает Там какие-то другие Законы Российской Федерации Ну понятно Что это становится Просто-напросто вредным Что касается Всех этих вот Возможных семинаров Там И бизнес-тренингов Ой Ну я не знаю Это вот Мы уже про это Не раз говорили Просто Для меня Вот вообще Это все Я не понимаю Как вообще на это Можно покупаться Как за это Можно платить деньги Как можно верить В обещания Что ты сейчас Вот мы тебе Что-то такое расскажем Вот И значит Ты вот станешь Станешь Так сказать Очень успешным Это же тоже Вот к вопросу о мудрости Между прочим Это вот развал Традиционного общества Традиционное общество Нахарактеризовалось Передачей Постепенной передачей Знаний От старшего поколения К младшему С какой целью С целью Чтобы младшее поколение Минимизировало Те ошибки Которые оно может допустить Как бы да Ну и Максимизировало Эффективность Своего Существования Не всегда это помогало Но в чем-то В чем-то это помогало А сейчас наоборот Как бы да Вот мудрости нету Значит да Знания Так сказать Тоже как бы Девалируется А что остается Остается только Так сказать Внешняя форма И когда там показывают Например Молодого человека Там условно говоря Ему там 20 с чем-то лет И он начинает рассказывать вам Как значит Зарабатывать миллиарды И все тоже бегут Как бы И это самое Уши развесили Смотрят Что-то слушают Он какую-то пустоту Несет полную Какую-то бредятину Стопроцентную А ему верят Это вот Между прочим Как раз Результат Вот этого Слома Традиционной Структуры И обожествления Молодости Вот обожествление Молодости Такая между прочим Такая тоже штука Из языческого Прошлого Молодость Красота Там телесная Сила И прочее Сила есть Ума не надо То есть Мудрость И знание Это все ерунда А главное Там условно говоря Накачанные торсы Так сказать Это самое Как его Красивые фигуры Как бы Да И вот Молодость Со всей ее Так сказать Со всей ее Привлекательностью И одновременной Глупостью Да Вот Мы молодые Он молодой Он нам говорит Что он заработал миллиард Побежали скорее Это сказать Клава, Зина Коля И так далее Скорее Мы тоже туда Отдадим ему свои бабки И станем Такими же счастливыми Вот И сейчас Вот тоже Бабла там Нам насыпят Это же все Как раз Вот Если хотите От видеоигр От комиксов И от Всяких манго Которые Очень упрощают Жизнь Которые Как бы Пытаются Давать Красивые Но пустые Ответы На сложные Вопросы жизни Которые говорят Что не нужен Ни опыт Ни образование Для того Чтобы достичь Успеха И богатства Которые Как бы Реальные ценности И ориентиры В жизни Подменяют На эффективные Ну вот И получаются Люди Которые готовы К тому Чтобы им Любую лапшу На уши вешали А они даже Проверять ее Не будут Но Это к вопросу А тех Кто потребляет Это к вопросу Как раз Гармонической личности И создание Создание условий Для того Чтобы человек Не позволял Себя обманывать А что касается Самих этих блогеров Мне кажется Они все откровенные Мошенники Вот просто Они-то как раз Понимают Что они делают Они обманывают людей И зарабатывают На этих людях Деньги Надо ли это наказывать Я считаю Что надо Я считаю Что надо Поэтому Да Сертификация Как бы Во-первых Во-вторых Но эта сертификация Будет как все равно Там гадалок И этих Ясновидящих По сути Если Они априори Обманывают людей Их сертифицировали Акредитовали Получается Ну как Нет Значит Эта сертификация Должна быть Более жесткой Грубо говоря Что я имею ввиду Под словом Как я имею ввиду Опять же Тут вопрос В двойных стандартах И всякой разной Фиктивности Сертификация На мой взгляд Она к чему Должна вести Например Человек Действительно Например Скажем Да Дает вам Какие-нибудь Уроки математики Условно скажем То есть Он Действительно Что-то такое Преподает Это Можно Назвать Какой-то Преподавательской Деятельностью За которую Можно брать деньги Если хотите Какая-то Как телемедицина Вот сейчас Создали Ну а Почему бы Не сделать Телеобразование Это Дистанционное Образование Если Это род Частного Дистанционного Образования Наверное Это можно Сертифицировать А как Сертифицировать Мошенников Которые Просто Языком Милят И говорят Что вы Получите Миллион и миллиард Я бы их Просто запрещал То есть Это мошенники Ну это все равно Что знаете А давайте Вот есть Статья за мошенничество А давайте Значит Статью за мошенничество Заменим На сертификацию Мошенников Вот Ходят всякие По квартирам Там И впаривают Пенсионерам Это самое Фиктивные услуги Или продают Какие-то ненужные товары Там По каким-то В десятки раз За высшим ценам Давайте так Если у них есть сертификат То они могут ходить А если нет сертификата То мы их будем сажать Я думаю Что вот Подобного рода деятельность Которая априори Является мошеннической Выявить это не сложно На самом деле Да Я думаю Что как бы Ее надо просто запрещать Вот собственно и все Другой вопрос У нас вот есть проблемы С этим Да Ой вы что Нельзя запрещать Ведь что-то такое случится Что случится Куда случится Не знаю Ну говорят Что блогеры Уйдут в подполье Там как-то Будут мимикрировать Себя за других Выдавать В общем Говорят Очень много Вопросов Штрафовать проще Чем Выводить их На чистую воду Кстати Посмотрел один ролик Где Значит За Беседу По видеосвязи Со своим Блогер-кумиром Человек отдал Что-то По-моему 5 миллионов рублей Это в России было То есть Ну По сути Есть же там Какие-то Званые ужины Когда Люди Чтобы посидеть С каким-то политиком Известным Рядом Что-то с ним Обсудить Там платят За рубежом 10-20 тысяч долларов За место А тут Поговорить по видеосвязи Тоже Примерно такие же Суммы Может быть Просто у людей Деньги лишние Хотя по виду Не скажешь Что человек был Сверхбогатый Который такую сумму Вывалил За видеобеседу Со своим кумиром Ну не знаю Люди просто Незрелые Вот это очень Серьезная проблема Незрелые Отдал бы лучше Эти деньги На что-нибудь полезное Толку было бы Точно гораздо больше Людям бы помог Глядишь И себе стало бы легче Да Все так На сегодня все Сергей Михеев И его Железная логика Продолжение следует...